Сегодня 13 сентября. В данном клубе местные жители села Вайн-Антоновка собрались для того, чтобы решить проблему незаконных поборов в местной школе-гимназии. Сейчас посмотрим, что происходит внутри. Изначально собрание планировали провести мирно, но, видимо, что-то пошло не так. Видимо, среди единомышленников оказались и те, кто придерживается противоположной точки зрения. Но на то оно собрание, чтобы каждый высказался и все решилось большинством мнения. Однако Вайн-Антоновские разглядели в толпе и жителей соседнего села Новопавловских. В итоге организация мирного собрания пошла прахом. И вместо того, чтобы поговорить, насколько правильно денежные взносы в учебное заведение, люди принялись выяснять, кто кого и зачем сюда позвал. Дело дошло даже до обвинений. Ведь в конце прошлого учебного года аналогичный скандал разгорелся именно в Новопавловке. Потому нежданных гостей уличили в намеренных провокациях столкнуть родителей лбами. Не призвали к порядку нервную толпу и представителям местного кенеша. Вместо того, чтобы успокоить скандаливших сельчан, один из депутатов, напротив, больше всех влезал в споры. К слову, мужчина доказывал, что школе нужно помогать. А родители не обнищают, так как взносы не такие уж и огромные. В единственной школе и гимназии села Военно-Антоновка обучается чуть больше трех тысяч учеников. Выбора у родителей нет. Возить в другие школы далеко. Да и та, что под боком, вроде неплохо. Однако постоянные требования сдать деньги то на одно, то на другое стерпели не все родители. Нашлись те, у кого чаша терпения лопнула. И даже не потому, что платить заставляют, а потому, что их деньги утекают в никуда. Ежегодные взносы в фонд при школе Келечек составляют 900 сомов. 344 сома в месяц взимаются за доп. услуги. 360 сомов ребенок платит за охрану в год, не считая единовременных платежей. Как, например, по 100 сомов было собрано на ремонт или строительство туалета. Однако отхожее место, куда ходят ученики, от мала до велика, до сих пор в ужасном состоянии. Мы сдаем в фонд Келечек по 900 сомов в год. На обед 150 сомов. Если отказываемся сдавать деньги, ругают детей. Потом они со слезами приходят домой. А еще нас заставляют покупать дневники с надписью «Военно-Антоновка». Несмотря на то, что деньги сдала еще в прошлом году, дневник мой ребенок до сих пор не получил. Помимо этого, покупаем еще и тетради по 30 сомов с такой же надписью. Помимо всех этих денежных сборов, в этой школе каждый год для уборки школы с каждого ученика собирают по 150 сомов. Но родители недоумевают, куда же все эти деньги уходят. Как мы видим, сами здесь уже, видимо, долгое время не убирались. Слой пыли. Хотя бы пытаться развеять все сомнения родителей о том, что собранные средства идут по назначению, директор учебного заведения не стало. Хотя на этом собрании присутствовало. Вместо нее на защиту школы встал тот самый депутат, заверивший митингующих родителей, что на каждый потраченный сом имеется квитанция. И если деньги собирали на ремонт, на ремонт они, по его словам, и ушли. В данный момент есть все квитанции, куда уходили деньги. По фамильной есть списки, кто сдавал. Не 3000 человек, а 900 человек сдавали. Такое же собрание сейчас проходит в селе Маловодное, Соколукского района. Здесь та же проблема обсуждается – незаконные поборы в школах. Для чего все эти деньги собираются, не понимаю. Каждый божий день поборы. По моим подсчетам, в год я сдаю около 4000 сомов. Все квитанции на что и сколько денег сдавала, у меня дома лежат. У меня катастрофа. О, педагоги. Этике учительской не подлежит требовать с учеников деньги. Никого не заставляем. Впрочем, и здесь родители разбились на два лагеря. Некоторые все-таки с пониманием отвечают, что финансирование школ мизерное. И без поддержки родителей их дети и вовсе учились бы в убогих условиях. Что сегодня я услышала, и очень многие родители, которые здесь присутствуют, это полный бред и абсурд. Такого в нашей школе никогда не было. Никакой коррупции, никакой коррупции даже и речи быть не мог. По словам родителей и учеников, они бы и рады помочь деньгами. Но только школе, а не чужому карману. Джангл Морзадуйшинбекова, Нурбек Капаров, НТС.